Доброго времени суток. Решила я потратить свое время бесполезно для себя, но с пользой для дела. И прокачала рыбалку до 230 тысяч. Мне стала интересна конкретно профессиональная рыбалка на Острове Свободы. Прокачивала рыбалку самым ленивым способом, с помощью червей и удачливой удочки из шопа. Оставляла персонажа АФК, а потом собирала рыбку. В сундук, конечно, у меня теперь забит, но вместе с рыбой ловились и креветки, которые в дальнейшем нужны были для создания креветочных бойлов. Заняло это у меня примерно полтора месяца. Когда рыбалка была прокачана до легенды, я отправилась на Кубу. Чтобы стала доступна профессиональная рыбалка, надо обязательно поставить титул легендарный рыбак, а также оказаться в области Острова Свободы. Дальше правой кнопкой по профессиональной рыбалке и рыба ловится автоматически. При данной рыбалке мы вылавливаем только синих рыб с набитым животом. Удочка подойдет любая крафтовая выше позолоченной. У меня позолоченная тяжелая удочка. Рыбу можно продавать на аукционе, можно передавать другим персонажам, она не персональная. Накопив первую тысячу рыбок, я вскрыла их. При открытии тратится 10 ОР, и данная числа очков работы не зависит от прокачанного ремесла. Падали макрели, споры кардицепс, лунный жемчуг, загрунтованные холсты и карта сокровищ. Основной моей целью было получение карт. Проверить, сколько карт выпадает и какого качества. Многие рыбы открывались, принося всего 2 серебра. В целом с первой тысячи я достала 1 эпическая карта, 5 уникальных карт и 51 редкая карта. Из хлама 594 макрели, 51 лунный жемчуг, 90 спорткардицепса, 73 больших загрунтованных холста. Вышел примерно 5,6% шансов выпадения карты сокровищ. Всего ушло 22 тысяч очков работы на 56 карт, которые на аукционе стоят 30-50 голд. Как заработок, я бы точно данный вид рыбалки не расценивала. Потому я решила проверить, есть ли зависимость дропа от шансов выпадения дропа. И бафнула персонажа статуей, свитками, фонтанами и так далее. Следующие тысячи пойманных рыбок были распотрошены примерно за час. И на этот раз у меня выпало 2 фиолетовые карты, 47 синих карт, 107 холстов, 588 макрелей, 107 семян кардицепса и 44 лунного жемчуга. Так вышло, что и во второй раз при забафе на дроп выпало больше холстов, почти в полтора раза. Самих карт выпало немного меньше, и шанс составил 4,9%. Не выпали эпические карты. И я даже не знаю, что тут предположить. Либо это разброс шанса выпадения, который никак не зависит от пробафа на шанс дропа, и все мои использованные бафы никак не влияют на результат. Либо пробаф повлиял на повышение выпадения дропа с изначально высоким процентом. Но в любом случае не имеет смысла, от слова совсем, скрывать рыб с бафом на шанс выпадения предметов. А из обоих экспериментов видно, что шанс выпадения карты примерно 4-6%. Далее я буду открывать сами карты и смотреть, какие сокровища я достану. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!